Сегодня работают, успешно существует 92 кофейни в Российской Федерации. Первую кофейню мы открыли в 2008 году, 9 ноября. Сегодня 92. Дальше развиваться планируем. В этом году, в кризисном, в 2015 мы открыли 10 кофейн. Планы по открытию на следующий год 20 кофейн. Нам пришлось скорректировать свои планы по развитию. Кризис внес свои коррективы. Несмотря ни на что, 20 кофейн, я считаю, это существенный прирост, качественный. В 2014 году сложилось два фактора, которые вступили в резонанс. И нам в прошлом году было совсем тяжело. Первый фактор – это запрет на курение в кафе. А чашечка кофе и сигарета, извините, это, в общем-то, традиция. 1 июня запретили курить во всех кафетериях, во всех кофейнях. Ну, а потом начался, в общем-то, кризис. Мы владеем правом на австрийский бренд. Это значит, что сырье и большую часть продукции мы завозили из Европы. Соответственно, в конце прошлого года, 2014, нам пришлось... Мы столкнулись с резким ростом цен в рублях на это сырье. Нам пришлось, в общем-то, довольно-таки большие усилия приложить для того, чтобы эти внешние факторы компенсировать. Ну, первое, что мы сделали, мы взяли финансовые риски на себя. Буквально 11 ноября я написал нашим партнерам письмо, в котором сказал, что, господа, на ближайшие два месяца мы фиксируем курс евро на уровне 50. Это был такой правительский вход, потому что потом наступило 16 декабря, как вы помните. Мы воспользовались товарными запасами, в общем-то, отпускали нашему франчезе продукцию по фиксированному курсу евро. В этот период вели переговоры с нашими поставщиками, и нам удалось с ними договориться. И, в общем-то, с 1 января мы нашим партнерам снизили отпускные цены в евро. Мало того, мы за фиксированным... Большинство позиций мы перевели в рублевую цену. Что касается кофе, здесь, к сожалению, на российских поставщиков невозможно перейти, потому что кофе – это наше все. Вся наша марка держится на исключительном рецепте Райнхольда-шерфа. Соответственно, он будет жарить кофе в Австрии. Это секрет его семьи. Но здесь нам удалось Райнхольд-шерфам найти точки соприкосновения и получить значительные дисконты и скидки в связи с ростом курса евро. С конкурентами мы живем, существуем, конечно, боремся, используя все легальные, законные, корректные, в общем-то, бизнес-стратегии. Но нам попроще конкурировать, потому что у нас сам продукт, в общем-то, он выделяется своим качеством, своим подходом, подачей. В общем, мы акцентируем внимание наших гостей на этом. Относительно российских сетей, которые представлены массово в Российской Федерации, мы выделяемся тем, что мы европейские брендеры, ну, в общем-то, качеством. Принципиально отличаемся качеством основного напитка. Относительно американских сетей, не буду их называть, мы выделяемся обслуживанием. То есть у нас обслуживание а-ля карт, мы, в общем-то, обслуживаем гостей у стола, создаем атмосферу дополнительную, в общем, тратим на это средства. И это наши российские гости воспринимают. Если вы хотите подробнее узнать о франшизе Coffee Shop Company, ищите ее на BeBoss. КОНЕЦ